Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Во-первых, весь казахский народ не может быть фашистами Вы даже последнее мое видео посмотрите, сообщение это последнее На самом деле, как я говорю, процентов 10 из всего населения фашизировались Но они активное меньшинство И это активное меньшинство рулит пассивным меньшинством То есть большая часть народа не фашисты Они правильные люди Насчет последних событий в Квардайе Там, например, явно видно было, что это все дела организованы Около тысячи человек организованно приехали И уже с готовыми коктейлем Молотова и всеми остальными Неужели я не могу их назвать фашистами? Век, там тысяча человек не приехало Это я тебе говорю гарантированно Потому что я вот на местах знаю Я недалеко откуда я живу В Алматинской области Там приехало максимум 150 человек Когда вот избили старика Молотком слаблали ему там ребра Как бы отреагировали на гайцы тоже на это? Ну, смотрите, Маратуха Вот я объяснить не могу Попробую объяснить, да? Такое, в принципе, у нас невозможно Старикам у нас везде почет и уважение, в принципе, да? Вот я о чем говорю тоже Хорошо Допустим, такое произошло Но в любом случае Народ на народ у нас не пойдет У нас на Кавказе, сами знаете, живет Даже в самом Дагестане Сто с лишним национальностей живет Если народ на народ пойдет Там война будет Ну, резня, да Хорошая резня Поэтому, не знаю Вот у нас есть старинное проверенное средство Называется кровное место, к примеру Его сыновья, племянники Ну, родня, в принципе Могли бы пойти там и Не знаю, побить, сломать там, допустим Их старику чего-нибудь такое Или молодых побить там, что-нибудь подобное Я вот, кстати говоря, по отзывам одного из моих подписчиков Посмотрел там, да? Там такие вещи постоянно происходили И драки, и 10 на 10, и 50 на 50 Но убийства такого не происходило Вот Причем массового убийства 8 человек это минимум А то, по последним данным, 10 человек убито 10 человек убито, Дурган Разве это правильно? Нет, это я не оправдываю Это я говорю Даже вот вчера я смотрел Это пост криминального авторитета Армана Дикого Он с Турцией там говорил Он говорит Надо было просто приехать Вытянуть этих людей Которые старика избили И переломать их Я тоже с ним солидарен в этом Ну Уже тут пошло просто Вот Национальное самосознание Люди в эффекте Уже поехали И Этих людей не выдали Дунгане Начали отстреливаться И поэтому так произошло Ну Насчет отстреливаться Они кого-нибудь убили? Ну Может в воздух стреляли Может напугать хотели Ну Давайте Ага Вот Допустим я возьму Стакан воды И плесну вам в лицо Вы что Вытащите пистолет И выстрелите мне в лоб? Ну Смотря в каком состоянии буду Мне кажется Никакое состояние Не оправдывает того Чтобы убить человека За Нет Да Это неправильно Что убили человека Еще тут Вот Есть Ненависть Казахов Китайцам Вот это тоже роль сыграло Скорее всего Насчет китайцев Я согласен Но поймите правильно В исламе Нету национальности Если это мусульмане Да-да-да-да Это правильно Это правильно Как это возможно Вы просто поймите Меня Я со стороны вижу Да-да-да-да-да Я не оправдываю Дунган Дунганы Возможно Я просто сам не в курсе Этих событий Да-да-да Я просто статистику беру Убито Столько то Дунган Ранено Столько то Дунган Среди казахов Пострадавшего В начале Которое было Это как Как будто Не знаю Ну Я понимаешь Немножко преувеличиваю Как будто Воду плеснули в лицо А за это Начали убивать Причем Ни одного Нет Среди казахов Есть тоже парень Убитый Раненый просто это недостоверная информация до вас зашла. Ну, насчет убитых раненых среди казахов, я не знаю, не видел такого. Хотя проскакивали сообщения, да, но это как бы сообщения были недостоверными, то есть неподтвержденные никем. Вот один казах убит, это официально 25-летний парень тоже. Смотрите, по факту получается так вот, то, что я вижу, да, то, что я на официальных данных основываюсь. Просто после того, как старика казаха побили, да, и его двух сыновей, просто пришли толпа людей и вымела всех оттуда. И десятки тысяч людей побежали за границу, покидая свою родину, на которой они более 100 лет уже сидели. Мусульмане, при всем при этом. Может, они и китайцы попросили? Понятно. Это просто прошел вот какой-то бум, взрыв эмоций, и это все произошло. потому, что этих негодяев не выдали. Когда приехали, сказали, дайте, выдайте нам этих людей. Они не выдали их. Вот из-за этого все произошло. Конечно, но неужели нельзя... Вообще, для чего казахам государство, скажите мне? Если нужно, и можно вот так вот решать, как вы думаете? Нет, так нельзя решать. Надо решать это цивилизованно, на законном уровне судить этих людей. Ну, раз власти не смогли, народ сам пошел уже, значит, на это. Хорошо. А вот то, что я обвиняю в фашизации Казахстана, я вам еще, в принципе, могу много вещей добавить. Тех же арабов, которые недавно были. За что убивали там, за что выгоняли, изгоняли и так далее. Смысл в этом какой вообще? Это не мусульмане, что ли? Это не инвесторы, которые влаживали в экономику Казахстана? Это вот есть такой политик Мухтар Аблязов. Слышал, может, так? Вот он постоянно, он подливает все такое казахам. Где социальная несправедливость там просто была. Казахи три раза меньше зарплаты получали там. И это выливается, а простой народ же, он же не слишком образованный. Правильно же? Вот виноваты арабы, значит, они подумали и пошли. Кто-то лозунг кинул и пошли громить. Смотрите, араб. Как вам объяснить, не знаю. Неужели можно оправдать любую вещь, которая произошла именно с казахами? Вот те же самые вещи происходят, например, с харгызами, да? В Якутске. Их избивают там, убивают, изгоняют, да? Весь вся Артуазия на ушах. Как так наших харгызов обидели? Или там в Китае мусульман обижают, да? У них же тоже, возможно, причины были. Те же дунгане живут в Китае. Они точно так же себя ведут там высокомерно, допустим, всякое разное. И за это их изгоняют, и за это их убивают. Разве это правильно? Нет, нет, Бек. Вот, братишка, я тебе говорю, нельзя так делать. Вот это приводит, вот как ты говоришь, к фашизму, к этому истреблению людей. Нельзя, надо все это делать на законном основании. Вот люди избили старика, должны были понести ответственность, именно кто избивал. Я даже вот это вот с тобой солидарен в этом, что неправильно сделали, разгромили весь Дунганский поселок. Это очень неправильно. Ну, весь на казахский народ нельзя объявлять фашистами, этими, я не знаю, экстремистами. Мы вполне миролюбивые люди. Мы никогда первыми нигде не начинали. Вот, посмотри любую заварушку с казахами. Казахи никогда первыми нигде не начинали. А потом просто давали сильную реакцию, адекватную. И потом бы это происходило. А потом обвиняли в этом казахов. Ну, казахи жесткие на самом деле люди. Ну, смотрите, нету преимущества у одной нации перед другой? Нету, нету, да. Да, я не спорю, нету. Я об этом даже не спорю. Казахи более жесткие или менее жесткие, чем другие, быть не могут. Они просто все люди одинаковые. Должны быть, понимаете? А насчет национализма, фашизма, я вам скажу, что это даже не казахи сами виноваты в этом. Это началось еще в 80-х годах. Вот старше меня гораздо, скорее всего. Да, я вот 50-летнее. Ахамдулля, мне 43 года. А, ну, ты ненамного меня моложе. Ну, маша Аллах, да. Сохранился что-то странное. Молодец. Смотрите, ага. Получается так, что еще с 80-х годов, вы, наверное, помните, вот это все равновесие национальное начало разрушаться. Как я вот говорил в своих крайних видео, поднять национализм, национальное, как сказать, разделение по национальностям, очень легко вообще. То есть, пять секунд в любом месте в спичку бросить и все. Понимаете? Да, это правда. И вот с 80-х годов начали эту спичку выбрасывать. Не только в казаха. И в дагестанцев, в каждой нации по отдельности, аварцам, нагайцам, не знаю, этим, башкирам, татарам, русским, всем. То есть, национализму, я сам тоже помню, 90-е годы очень хорошо. 90-е годы я, ну, такие, как я называюсь-то, суровые 90-е. Вот я там был и в рэкете ходил, и драки были у меня каждый день и так далее. Я точно помню, что национализм был гигантский вообще. Страшнейший национализм был, понимаете? И потом эта эскалация национализма продолжалась, продолжалась, продолжалась вплоть до 2014 года. Я имею в виду Россию. И в 2014 году она резко прекратилась. То есть, любой разумный человек... Ну да, переключились, потому что на другое. Да, да. Любой разумный человек... Других врагов нашли. Да. Со стороны, если посмотреть, да, это явно видно, что, ну, как сказать, вот такой тублер есть. Включил национализм, выключил национализм. Понимаете? Это говорит о том, что это легко сделать. Понимаете? Почему? А казахи чем-то лучше, чем другие, что ли? Они тоже такие же люди, как и все. Поэтому у них тоже включить национализм, это нетрудно. Понимаете? Я не обвиняю в национализме казахов. Как вы неправильно понимаете меня, да? Я обвиняю казахов в том, что они встали на путь национализма. И это приведет, ну, не знаю, я ли считаю себя другом казахов, например, да? И это приведет к развалу Казахстана. Понимаете? Так же, как этот национализм привел к развалу Советского Союза. Нет, ну, тут бег, вот палка, она двухсторонняя тоже. Это нельзя так обвинять. Народ целый, потому что я вот сам в советском духе вырос. Я абсолютно не национализм. Большинство друзей моих русские. Ну, фашизм и казахов объявить это вообще, я не знаю, глупо, по-моему, даже. Очень глупо. У нас 150 национальностей живет в Казахстане. Просто, ну, люди так, получилось. Просто вот инерция пошла, старика избили. Протуха, извините, я вас перебью, да? Это не инерция. Вы правильно поймите, что вот это, казалось бы, не связанные между собой вещи, да? Они очень сильно связаны. Это вами рулит ваша КНБшная власть. Просто-напросто. Она настраивает вас против всех и всех против вас. Вот вы просто по отдельности возьмите каждый народ. С крызами ругались, очень жестко ругались. Так что, теперь чуть ли не кровное место у нас между вами. С дурганами ругались. Нету у нас, Пек, у тебя очень плохая эта осведомленность. С крызами у нас прекрасное отношение. С раками ругались, с узбеками ругались сильно жестко, ругались, с уйгурами погрома участвовали. Делали уйгуром? Делали. Ведь было, я не грамм не перевлечу. Ведь такое было? Нет, молодежь дралась, да, я не спорю. Ну вот ты говоришь с крызами, с крызами у нас братские отношения. Братья крызы, это наши братья. Рядом мы живем здесь, сосуществуем. Я вас понимаю, все вы правильно говорите, это братья, конечно же. Но я-то вижу, по комментариям вижу, как они по любому поводу, без повода казахи хоргеза сцепляются. По комментариям, вот Бек, вот я тоже твой канал смотрю, там больше сидят троллей, которые пишут от лица хоргеза, от лица казахов. Да при чем тут? Да это не КМБшники даже, это просто вот сидят троллей, пишут, сидят пишут тебе гадости хоргеза казахам, казахи хоргезам, нагайцы казахам, вот так и идет. Вот, ну я сейчас поеду в Кыргызстан и вполне у меня братские отношения с киргизами. На Иссык-Куль каждый год езжу рядом, никто меня там не ущемляет, что я казах. И киргизы также приезжают, у нас работают и нормальные отношения, вполне прекрасные. Девушек, они своих дают, мы своих даем замуж. И я даже в этом не вижу проблем. Я с вами не спорю. Народная дипломатия это самая лучшая дипломатия. И, алхамдулля, что есть мудрые люди среди казахов и среди хоргезов тоже. Я всегда призывал к миру и дружбе. Первое время, когда я только открыл канал, они страшно ругались между собой, казахи и хоргезы. Я их остановил, банил тех, которые против казахов плохо говорили и банил казахов, которые против хоргезы плохо говорили. Успокоились. Сейчас вот вроде как шаг не ругается вроде бы. На моем канале. На других каналах продолжает ругаться. И вспомните, какой год-то, по-моему, позапрошлый год, что ли, был, когда границу перекрывал из-за слов. Да, да, да. И Атамбаева слова были. Да, слова Атамбаева, да. Неужели это нельзя было разобраться между президентами? Вот вспомните, вот тогда была такая, агрессия была и со стороны казахов, и со стороны таргызов. Готовы были чуть ли не глотку друг другу перегрызть. Это ведь тоже один из элементов включения национализма. Национализм включается, все. Понимаете? Ну, это были. Это тоже, он же, Атамбаев тоже политик же, он же должен чуть-чуть себя вести корректнее же в этом случае. А как-то он объявлять начал казахский народ и это то. И пошла просто адекватная реакция на это все. Неадекватная. Если сказал Атамбаев, дайте ему ответ, ну, то есть не простые казахи, а именно Назарбаев. Он же про Назарбаев плохо говорил. А, на простых людях же это же не отразилось. Вот как мы ездили, как они к нам приезжают, и так же у нас и все нормально с киргизами. У нас даже отличия нету. Вот киргиз работает, его никто не отличает от казаха. Это вполне нормальное явление. Я не хочу на этом акцентировать внимание, чтобы не расширять искру не бросать, да? Аль-хамдуля, если так хорошо, то Кузя это будет неплохо. Вот, Бек, вот ты говоришь со стороны виднее, но ты никогда не был в Казахстане сам, на самом деле, правильно же? Ты не знаешь ситуацию изнутри. Ты со стороны смотришь, может, российские каналы какие-то, это, у нас такого нету плохого, чтобы казахи к киргизам относились, к нагайцам. Вообще, вот, хоть один канал приведи, чтобы к нагайцам плохо относились, высказывались. Всегда говорят о дружбе и братстве только. Хорошо, вы сейчас со мной на связи в WhatsApp, я вам накидаю несколько этих самых страниц с Одноклассника, с ВК, ВК, ВКонтакте. На Ютубе, правда, их мало, видимо, Ютуб позже вышел, поэтому не стали делать. Или, может, не знаю, проиграли, может быть, да? Я вам накидаю обязательно. На Ютубе тоже есть, кстати говоря. И причем это продолжается, я в 2004 году в интернет вышел, да, в Саратове тогда жил. Тогда уже был человек, который начал, начинал троллить новаев. Тогда ни новаи, ни казахи друг про друга вообще ничего не знали. Знали, что там братский народ и там, и братский народ здесь. А почему-то вот эти вот кэнбэшные тролли с тех пор и по сию пору до сегодняшнего дня продолжают именно на новаев наезжать. На новаев, да, ни один народ в мире не наезжает. Вот я, соседей у нас много, и чеченцы есть, и аварцы есть, и даргинцы есть. Но никто не говорит, что новаи плохие, новаи это а в кавказе листы на новаи убежали и так далее. Только казахи говорят. Почему это происходит? Скажите, как вы можете считать нас братским народом одновременно и одновременно вот так вот троллить? Не с моим появлением, а до меня гораздо, за 20 лет до того, как я появился на просторах интернета. Я вам докажу, скину эти ссылки все. Это легко объяснимо. Казахи многие считают неотъемлемой частью Нагаев. Ну, на самом деле, так, да. Многие выходцы из Нагаев, потому что это, и, ну, как свой народ воспринимает, это, конечно, неправильно, да. Я понимаю, на Кавказе уже 500-600 лет живут Нагайцы. Они действительно может, носят кавказскую одежду. Субханалага. Ну, как сказать, что это не пропаганда КНБ, скажите мне. Вы сейчас 100% неправду сказали вообще. Какую кавказскую мы одеем? Скажите, пожалуйста. Ну, ладно, я не буду говорить кавказскую, ну, одежду носят же, ну, похожую на кавказскую, по крайней мере. Подождите, вот у меня на канале есть видео одно, да? Я ничего против не имею, потому что люди уже сживут друг другу, соседи. Да это не кавказская одежда, е-мое, в конце концов. Не понимаю. Ладно, пускай будет не кавказская одежда. Это Нагайская одежда. Пусть будет Нагайская одежда. пусть это будет Кавказская одежда. Тогда покажите нам, какая должна быть чурская одежда. Ну, я не знаю. Ну, одежда котельников, она определенная, видно ж по ней, она удобная для степи одежда, по-любому. Ну, а что, вот эта бурка, вот эта, не знаю, сейчас папаха, это неудобная одежда, что ли, или что? Ну, я не знаю, не знаю. Она не зависит, что ты сделаешь, да, папаха? Ну, просто уже есть вот это, вот как в голове, сложилось же у человека. Оп, вот именно. Как, что степная одежда, что кавказская одежда, и вот с этим менталитетом люди же говорят. Где у вас степная одежда? Покажите. Степная одежда, это Малахай, Тон, Тулуп этот. Это вот, ну, уже в степных народах сложившиеся традициями это уже одежда. Правильно же, Бек? Вот эти все одежды, которые вы называете кавказской? Это же ничего плохого в этом нет, Бек. Правильно же, братишка? Ну, я понимаю, на Кавказе живут, это друг друга люди перенимают и танцуют, и казахи танцуют лесгинку на свадьбах, хотя пишут всякие гадости, ну, танцуют ее так же, правильно? Красивый танец, в этом ничего плохого нету. Вы знаете, для чего это все говорится? Для чего это пропагандируется? Для чего это внушается и простому казаху, и простому аварцу, даргинцу, нагайцу, всем остальным? Для того, чтобы нагайцев выгнали с Кавказа. Причем это делают казахстанские власти. Смотрите, будьте внимательны. Ну, для чего казахов, чтобы нагайцев выгнали с Кавказа, вот ты мне скажи, для чего? Чтобы нагайцы ушли в Казахстан и растворились среди казахов. Нет, нагайцы в Казахстане они никто не будет принимать. Вот ты посмотри Каракалпаков, да? Они все на заработках в Казахстане. Все, абсолютно. 90%, там, 10% в России вот, Каракалпаков, братский народ, один язык, все у нас одинаковое с ними. Ну, почему им не дают никому гражданство? Ничего не дают им. Вот. Вы же глубоко ошибаетесь, Артука. Ну, я знаю же, у меня, у меня General работает в Сонье. Каракалпакам не дают гражданство в Казахстане. Ну, может, самим Каракалпакам не дают, но тем Каракалпакам, которые в Узбекистане или Каракалпакстане записали с казахами, приезжают, все знают, что это Каракалпаки, но им дают гражданство как казахам. Век, Век, извини, вот ты точно тоже не знаешь. Самим казахам очень тяжело получить гражданство приезжим. Даже самим казахам аралманов. Миллионы cupcakes миллион прибыл да вот и посмотри очень много видео как они жалуются как им тяжело получить гражданство в казахстане не говоря уже нагреть их и каракалпаках вот ты посмотри это видео я тебе могу ссылку дать как они жалуются что получить очень тяжело гражданство но я могу те же видео скинуть как вы относится к каракалпакам тоже самим каракалпакам и казахам уралманам и даже к российским казахам как вы то есть могу ссылку скинуть легко без проблем вообще вот если вот честно сказать я сам херкеш родом мои родители с астрахани я родился в алмате вот меня многие нагайцы говорят что ты нога из горит верит это по-любому горит и нога из я говорю ну как я нога из я уже родился казахом они мне это констатирует правильно вы не нога и вы казах и алхамдулляю там ничего хорошего плохого в этом ничего плохого нету и вот я с ногами общаюсь многими из казахстана и вот с россией ногайцами с дагестана общаюсь вот с муратом я больше общаюсь в мурат салам алейкум братишка очень хороший парень кстати тебя знает тоже да саидов мурат москве живет ему салам большой и в этом ничего плохого нету вот ты говоришь что хотят казахи записать каракалпаков казахами да это вранье все бег поверь мне у меня джейнычай работает в цоне самому казаху получить гражданство уралману очень тяжело казахстане не то что каракалпаку или ногайцу тяжело но возможно понимаешь можно да каракалпаки заранее пишутся в каракалпакстане казахами для того чтобы их приняли и дали все льготы как уралману казахстане это факт который никто не сможет оспорить ну это уже это его личное если он хочет быть казахом на чем станет казахом правильно же если он не хочет быть казахом он не станет им никогда он не хочет быть казахом просто вот смотри ну каракалпаки вот очень много у нас каракалпаков особенно в алмате работают вот многие бизнес большой держат. И ничего им не мешает. Ни языковой барьер, ни внешность, ничего. Большой бизнес вести. И никто им палки в колеса же не вставляет. Ну, аль-хамдан-ля. Я же не говорю, что это хорошо или плохо. Было бы лучше гораздо, если бы они у себя на родине делали бы свой бизнес. Ну, у себя на родине, если у них нет возможности этого делать. Вот именно, что у них нет возможности. А Казахстан легко мог бы посадить за стол переговоров Каракал-Пакстан и Узбекистан. Правильно? Нет, это уже другая тема, Бек. Это не другая тема. Именно, что Казахстан заинтересован в том, чтобы Каракал-Паки Каракал-Паки это самое, убегали с... Ну, будем так говорить, с Каракал-Пакстана. Нет, Бек. Это все равно. Ну, Каракал-Паков 800 тысяч, всего лишь 800 тысяч. 5 миллионов казахов за пределами Казахстана проживает. В чем он будет зарисован? Заинтересован или в казахах, или в Каракал-Паково. Ну, ты сам подумал. Ты же трезво... В казахах не заинтересован. То же заинтересован, конечно же. Здраво. Здраво. Здраво сам по суде. Или Каракал-Паков, или своих казахов принять. 5 миллионов. А кто сказал, что... За судилами Казахстана проезжает. Ну, можно же принимать и тех, и других? Или нет? Можно, можно, да. Ну, никто не заинтересован, что Каракал-Пака сделать казахам. Это я тебе гарантирую. Простой народ не заинтересован, но я читал стратегическую политику. Ну, почему тогда... Вот, Бек, ты вот говоришь мне, почему тогда им с легкостью не дают гражданство Каракал-Пакам? Каракал-Пакам как Каракал-Пакам не дают. А Каракал-Пакам как Казахам... Хотя Казахами они записываются и не дают. Ну, многие рады Казахами записаться, но им не дают. Дают же, братуха. Ну, дают же, но... Ну, вот, Бек, посмотри видео. Есть такой народ в Афганистане, как... Как же вот они... Блин, забыл я, как называется этот народ. Тоже узкоглазые, как мы. Лакай? Нет, нет, не Лакай. Хазар? Хазарцы, да, хазарийцы. Они в посольство обращались, многие, что они казахи утверждают. Вот есть насчет этого видео. Но никто их не пускает в Казахстан. Хотя они готовы записаться казахами. Все хотят в Казахстан переехать. Хазарийцы. Вот ты мне сам это напомнил, хазарийцы нации. Ну, очень странная ситуация, на самом деле. Как так-то? Просто я хочу сказать, что читал еще с 90-х годов документ о стратегическом развитии Казахстана. И одно из важнейших направлений Казахстана было заполнить тюркскими народами территорию Казахстана. Потому что Казахстан, типа, большая страна, но народу в ней мало. В случае там любого конфликта, это уже будет как бы... Ну как, и экономически тоже. И в военном плане Казахстан уступает другим странам в силу своей малочисленности. Ну, это уступаем, да. Это разговору нет. Ну, нам же выгоднее все равно казахами заселить же. Ничем там каракалпаками, нагайцами или еще. Пять миллионов казахов за пределами Казахстана проживает. Нет, смотрите, вы не путайте политику одну и политику другую. Вот это, кстати, политика, которая, вы говорите, да, заселять. Которую я говорю, вернее, да? Заселять. Она действует. То есть программу Астану построили ближе к центру страны. Это правильно, да. Северную территорию выделяют. Это, ну, Казахстан, в принципе, имеет на это право. Это его страна. Это нормально все делается, да? Но она вступает в противоречие с другим. Именно с Назарбаевым. Понимаете? Назарбаеву сейчас нужно удержаться у власти. Вот, поэтому он... А тот, кто хочет удержаться... У кого трон шатается, тот обязательно включает национализм. Всегда это было... Так было, и так будет. Понимаете? Вот. И даже более того, например, вот этот... Господин Гитлер, он объединил. В один кулак собрал весь немецкий народ. Понимаете? Фашизм. Что такое фашизм? Это семья. Семья, вернее. Понимаете? Как одну семью сделал немцам. Это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, все остальные страдают, получается. Пострадали же, правильно? Ну, да. И они не понимали, что это плохо до тех пор, пока не разгромили их. Понимаете? Ну, фашизм среди наций развить очень легко национальные лозунги кидать. Я про это и говорю. И причем это... Сам человек этого не поймет. Он будет считать, что он потрешь, что он... Если мы бок о бок живем, вот 150 наций у нас в Казахстане, мы бок о бок живем с русскими, украинцами, белорусами там, ну, любые уйгуры в основном у нас в Алматинской области, узбеки. И нормально уживаемся же мы. Нет у нас проблем никаких. Вы мне можете сейчас назвать национальность, с которой вы не поругались? Ну, кроме немцев. Немцам не поругались вы еще. Я вообще ни с какой национальности не ругался. Ну, я только что перечитал. И арабы, и русские тоже, в том числе, могу скинуть такие видео. И уралманы, которые пришли с тех пор, и узбеки, и харгызы, и в Дунгане вот сейчас. Я могу перечислить почти все. Даже к уралманам относятся, ты вот коренной народ, ты к уралманам относишься все равно, ты как к чужим, по-любому. Правильно же? Неправильно. Пока он не адаптируется в это общество. Он все равно, у него свое мышление, свой менталитет у него. Вот ты даже сейчас, где вот ты проживаешь, в Москве, да, проживаешь? Ты вроде говоришь. Сейчас в Москве, да. Вот ты вырос в Москве, да? Нет. А, ну ты в России вырос. Да, в России вырос. Вот ты даже сейчас приедешь в свой Ногайский аул, ты будешь тоже посторонний для них по-любому. Это то же самое. Ну, в принципе, да. Вот ты Ногай, но... Но меня никто не будет ни по башке бить, ни ругаться, ни выгонять никто не будет, не собирается. Да никто никого не выгоняет. Это просто говорят на бытовом уровне, и все. Вот, Бек, ты же умный человек. Я вот твои видео смотрю, ты очень умный человек. У тебя интеллект, это все очень развито. Сау-ла-ла. Я не спорю, спорю по-моему то же самое. Но дело в чем, я же объясняю вам, что сам человек свои минусы не поймет никогда. А когда ему со стороны скажут, его воспринимают как врага. Ну да, это легко. Вы все равно не воспринимаете никак, ни за что. Это легко сделать. Это легко сделать. Найти врага, это легко сделать. Всегда. Что-то, когда тебе плохо, вот третью какую-то силу можно найти всегда в ком-то врага и натравить туда, перезапустить все. Вот. Вот вы со мной согласны, да? Это насчет этого согласен. Но это относится и казахам тоже. Одинаково. Нет, почему? В казахе такие же люди, как и все. Я не спорю, Бек. Такие же мы, как и все, со своими слабостями, со своей гордыней, со своей этой. Мы такие же люди. Я это не отрицаю. Ну вот, некоторые вещи, вот ты говоришь, казахи-фашисты, мне это не нравится. Вот я почему с тобой, но только... И только из-за этого я вышел с тобой на прямой эфир. Ну, с того, что вышли. Аль-Хамдул-Лля. Как раз вот в таких вот диалогах и рождается потом перемирие и дружба и все остальное. Аль-Хамдул-Лля. Но в самом начале я уже объяснил, почему я так говорю и почему это не относится ко всем. Понимаете? Я это объяснил в самом начале, когда мы с вами начали разговаривать. Вот. Но давайте тогда перейдем к чему? К нагайцам перейдем, наверное, да? Можно к нагайцам, да. К нагайцам, казахам перейдем. Вроде как немножко обсудили, все равно ни вы, ни я полностью не признали. Нет. Ну, Бек, просто я тебе предлагаю ну, хотя бы месяц пожить в Казахстане. Чтоб ты своими глазами увидел. А то, что вот это, то, что болтают, то, что это вот СМИ это показывают, ну, своими глазами человек, когда видят, совсем другое же. Правильно? Ну, про туха. Я все понимаю. Ну, есть же такое выражение. Никакая война, никакая политика не стоит одной слезинки ребенка. Нет, это правильно, да, не стоит. Я вообще не понимаю, как можно вообще вот этого соседа, с которым ты сто с лишним лет, сто пятьдесят лет прожил, вместе, да, рядом с соседом прожил, пойти его убивать. Так это приехали не соседи приехали, понимаешь? Да, да, кстати говоря, вы правы. Это же не соседи приехали, это стопудово не соседи. Соседи защищали даже. Ну, соседи всегда защищают соседа. Своего хорошего соседа он всегда спрячет. Аль-хамду-ля, я тоже читал, слышал, вернее, Тунган самих видео смотрел, что, типа, соседи нас защищали, то есть пытались защитить, но у них не получилось. Потому что приехала организованная фашистская группировка откуда-то. Понимаете? Ну, это даже не фашистская. Вот, Бек, я живу под Алматой, да, с моей, с поселка просто 30 машин выехало туда. Их не пропустили, с Алматы не выпустили. Как они с Алматы выезжать, их сразу ОМОН остановил и не выпустил. Ну, значит, кого-то пропустили, значит, даже более того, я считаю, что там немножко перегнули палку. Они, то есть, не хотели такого эффекта, то есть, чтобы 8 человек убито было, там, 40 человек было ранено. Они этого не хотели, скорее всего. Они хотели на грани разумного, допустим, как-то там избить, побить, сжечь, выгнать и так далее. Вообще, вот информация была, я, который с парнями общался, поехал, они вытягивали вот этих, кто именно старика бил, эти 12 человек. Их не выдали Дунгане, и потом после этого началось все. Ну, в любом случае, на убийство они бы не отдали бы своего, ну, никто не отдал бы, и казахи не отдали бы. Ну, никто не отдал, да, понятно. И, соответственно, получили бы, ну, я не знаю, я опять же повторяю, ну, как можно за... Хотя, по справедливости, это нужно было выдать этих 12 человек, которые с царика с детьми били. Кому? И никто бы не... На суд линча, что ли? Ну, сломали бы их, там, ребра переломали, перекантовались в месяц-два в больнице, но такого не было бы, по крайней мере. государство, для чего казахам? Нет, государство нужно, или хотя бы, когда менты приехали, надо ментам выдать их, и все. Вот это другой вопрос. Если ментам не выдают, тогда нужно вводить, чуть ли не войска, но можно вводить, понимаете? Но не народный, не народный суд линча. Это тоже, я поддерживаю тебя в этом, что это линч не должен был быть. Именно тех людей нужно было наказать, которые в этом причастны были. Да. Непростой народ. На самом деле, это все должно было быть профилактика, понимаете? Власть, которая желает добра своему народу, своему государству, да, она должна такие вещи заранее предвидеть, я бы сказал так, чтобы не возникало таких вещей. Как-то интегрировать их в свое общество. За 150 лет неужели не смогли интегрировать? Нет, это очень обособленное общество, оно китайское общество, оно, хоть и мусульмане, они себя китайцами осознают. Ты же видел там это? За вами за 10 минут, да, я разговаривал с Дунганкой, с Харстана, она замужем на Харстан, она мне от души благодарила за мои слова, за мою справедливость и так далее. Я прямо чуть не заплакал там, понимаете? Но нету у них ничего китайского, потому что китайцы это не мусульмане, они даже не единобожники, они даже не христиане, понимаете? Это большая, огромная разница между Дунганами и китайцами, пусть даже если у них кровь одинаковая. Нет, Бек, я тебе не о том говорю, просто это тоже пробелы властей, что не интегрируются, живут обособленно, вот там же поселок этот Масанчи 99% и состоит из Дунган там. Ты же, наверное, смотрел эти видео, все. Своей жизнью живут, все, китайский язык у них, это, и ты же видел, как там даже вот милиция приехала, как они отреагировали, чтобы задержать их. Как их камнями закидали просто ментов. Да, не спорю. Такого не должно же быть, правильно же, в цивилизованном обществе? Должно быть. А это все и породило, что вот безнаказанность, это все, и молодежь, молодежь-то и легко натравить. Сейчас вот лозунг кень, и пойдут они за тобой. Вот за тобой тоже нагайцы смотрят, и тоже многие думают, что ты 100% прав. Ну, братуха, ну, ты думаешь, вы же знаете Дагестан, да, что такое Дагестан, слышали, наверное, много раз. У нас все парни горячие, в принципе. Задний ход дать никто не может, потому что народ его маленький. Да. Народ его маленький, и узнают, что он когда-нибудь не мужчиной оказался, трусом оказался. Да, не хотят опозорить свою нацию даже, никто не хочет опозорить. И это тоже есть. Но нет ни одного, ни слабого народа, ни слабого человека даже, можно сказать, нет. Я не хвастаюсь, клянусь Аллахом, говорю, не хвастаюсь. Просто я объяснение нахожу тому, что наши трусами быть не могут в принципе и обязательно дерутся. И дерутся очень часто. И семья на семью, и толпа на толпу, и все остальное. Но почему-то убийство у нас не происходит. У нас по тяжким преступлениям Чечня занимает первое место по маленькому, как правильно выразиться, по безопасности жизни. Да, сейчас Чечня, да, я знаю. второе место Дагестан занимает. То есть, это два региона соседних, да, у нас нету тяжких преступлений, изнасилований, убийств, есть, конечно, но очень мизерное количество, понимаете, очень мизерное количество. Потому что у вас диаспоры уважают друг друга, правильно же, Бек? Да. Аксакалы там что-то решают, а вот А казахи на своей земле чувствуют себя диаспорой, что ли, получается? Нет, казахи в некоторых местах себя чувствуют диаспорой. Это так и есть. Очень плохо. Очень плохо. Потому что, ну, вот, если бы молодежь, вот эти Аксакалы Дунганские объясняли, что так себя вести нельзя с представителями власти или с Аксакалами, вот, если бы они, разве могли бы они избить 80-летнего старика, скажи мне, Бек, если бы с ними работала эта диаспора, молодежь, выпившая, обкуренная, это же они не по-трезвому сделали 80-летнего старика Билли. Наверное, не знаю, скорее всего. Скорее всего, это так, да. Это должна диаспора работать над ними, по-любому. Должна работать, должна. Я же не спорю с вами по этому поводу. Вина за Адунганами, возможно, она есть и, возможно, она немалая. Но, смотрите, вот как вы лично к ментам относитесь, скажите мне, пожалуйста, особенно в связи с последними событиями в Казахстане. Я отношусь как к ментам, я не знаю, я, всегда у меня конфликты с ментами, очень часто с гаишниками происходят. Ну да, вы их, наверное, скорее всего, вижу, очень горячий человек, можете их отправить подальше тоже, наверное, да? но они, вот я смотрю, часто слабость свою проявляют. Потому что это менты. Потому что менты, потому что они эти боятся камер, телефонов, их снимают. Ну, так нельзя тоже, не должно быть так. конечно не должно быть. Закон есть закон. Эти как раз, насколько я разузнал, да, там происходит какая-то торговля, контрабанда происходит, все остальное. граница есть граница, все договоренность там на том, что, менты себя уже показали там. Менты себя уже показали там. Потому что они берут взятки, поэтому с ними так нагло ведут себя уже неуважительно. И вот и все. Да, это я не спорю. Там, если было бы казахское силу, в принципе, только национализма не было бы, и все. А так с ментами точно так же обращались бы. То же самое, то же самое было бы, да. Потому что они сами себя компрометируют, поэтому к ним такое отношение было. Их закидали камнями, когда приехали. И даже ни во что не воссавили ментов. И такие случаи были не только среди Дунган, среди казахов тоже были такие вещи. Их вообще, кто их уважает вообще? Получается. Вот последнее событие, имею в виду. Так-то должны, обязаны по закону уважать. Но если они сами себя и не по закону ведут, и вообще неправильно себя ведут. Как не знать, как кто вообще? Нет, с этим я согласен, да, я не спорю. Я на счет этого не спорю. Просто вот это вот, ну, наверное, это коррупция тоже. Ну, она не везде. Есть и порядочные менты, я сколько знаю, нормальных ментов тоже. Хорошие парни. А тут вот они, Дунгане, приехали арестовывать, или что там вот случилось, а они, ну, ты же сам видел видео, как там с ними обошлись. Это вообще неуважение к власти, получается, полное. Да, да. К законам. Ну, смотрите, я вот, как уже говорил уже, давайте тогда на этом остановимся, в финише. Сами понимаете, что адекватного ответа не было, в любом случае, был ответ неадекватный. Так мусульмане все равно в любом случае не поступают. Это не должно быть, да. На будущее это не должно быть такое. Иншаллах, надеюсь на это, да, что будет хорошо. Мы уже сорок с лишним минут поговорили. Достаточно? На следующий раз оставим или продолжим? Ну, как у тебя желание? Если хочешь, продолжим. Если не хочешь, давай на следующий раз. Ну, давайте на следующий раз оставим. У нас, я думаю, что немало будет возможности поговорить, иншаллах. Ну, давай, Вик. Ты приятный собеседник. Огромную благодарность за то, что вы все-таки вышли, со мной поговорили, выяснили позицию друг друга. Сау, Олаға. Сау, Амдар Ахмед, сау болу, ассаламу алейкум. Давай, �естер. как за армия. Давай,